Девушки отдыхают Девушки отдыхают Рассвет Программа о важном и полезном Программа Откуда же берется вся эта колоссальная энергия, которая будит нас по утрам? Заставляет спешить поезда Гореть фонари тысячами звезд И двигает нас все дальше и дальше Электричество Вот та невидимая энергия, которая приводит в движение все вокруг И невозможно представить, что бы случилось, если бы его вдруг не стало Люди оказались бы заблокированными в поездах под землей Престал бы работать наземный транспорт Отказали бы приборы и остановилось производство И вся наша планета погрузилась во тьму Первым человеком, осмелившимся изучить природу электричества Был мудрейший древнегреческий мыслитель Фалес Согласно легенде, он находил на берегу моря кусочки янтаря Которые обладали любопытным свойством Если их натирали о шерстяную тряпочку К ним прилипали разные пушинки и кусочки дерева Кстати, древние греки называли янтарь электроном Отсюда и пошло название явления электричества Но ни древние греки и ни другие мыслители и философы На протяжении многих столетий не могли объяснить Это удивительное свойство янтаря Позже, в 17 веке, немецкому ученому Отто Герике Удалось создать электрическую машину Извлекающую из шара от литого серы искры С помощью своего изобретения он сумел сделать ряд важных открытий Однако разгадка тайн электрической жидкости Как в то время называли это электрическое явление Не была тогда найдена В 1747 году американец Бенджамин Франклин Создает первую теорию электричества Он рассматривает это явление как нематериальную жидкость Именно он в результате своих опытов и наблюдений Вводит понятие положительного и отрицательного заряда Изобретает громоотвод и с его помощью доказывает Электрическую природу молний И лишь в 1785 году изучение электричества переходит в плоскость точной науки После открытия Шарлем Кулоном закона, описывающего силы взаимодействия между электрическими зарядами 19-й век, век величайших изобретений Тысячи ученых по всему миру сделали множество открытий Позволивших человечеству понять суть электричества и подчинить себе эту таинственную стихию Именно в этот период и формируется самостоятельная наука электротехника Создаются первые электрические машины и осветительные приборы Человечество вступает в новую эру Эру электричества Так что же такое электричество? Электричество — это энергия, которая заключается в притяжении или отталкивании различных частиц материалов Все, что нас окружает, состоит из молекул Молекулы состоят из атомов, а атомы, в свою очередь, состоят из еще меньших частиц Некоторые из них заряжены положительно, а некоторые — отрицательно Частицы, заряженные отрицательно, называются электронами Поток электронов и составляет то, что называют электрическим током Электрический ток измеряется следующими величинами Вольт — величина напряжения, которая толкает ток по цепи Ампер — величина, которая используется для измерения силы тока То есть количество заряженных частиц, проходящих по цепи каждую секунду Ватт — это величина энергии, показывающая, какое количество тока в приборе потребляется в данной мере Но как же добыть это электричество? Возможно ли сделать это своими руками, в домашних условиях? Оказывается, построить домашнюю электростанцию не так уж и сложно Для этого нам потребуется инструмент из грядки, но или из магазина Я узнал, что электричество можно добыть из овощей и фруктов И сейчас я проверю, так ли это Итак, мы купили все необходимое И теперь мы направляемся в нашу лабораторию, чтобы добыть электричество Итак, мы с вами находимся в лаборатории и попробуем добыть из наших овощей и фруктов электричество А поможет в этом нам преподаватель физики Виктор Никитович Иванов Итак, Виктор Никитович, у нас есть лимон, яблоко и парочка картофеля Неужели из этих овощей и фруктов мы действительно сможем получить электричество? Более того, я уверен, что из лимона мы точно получим, а из остальных посмотрим в ходе нашего опыта Так как же мы это сделаем? Что нам для этого потребуется? Для этого нам потребуется два электрода Вот они у нас приготовлены Да, имеются такие Это медный и цинковый электроды Они должны образовать гальваническую пару Таким образом, чтобы один из электродов приобрел положительный заряд и стал положительным электродом А второй приобрел отрицательный заряд и стал отрицательным электродом И таким образом, между положительным и отрицательным электродом потечет электрический ток В качестве измерительного прибора мы будем использовать вольтметр Давайте попробуем? Давайте попробуем Так, лимон Так, вставляем туда наши электроды Так, и что же нам покажет вольтметр? Давайте посмотрим Стрелка заметно отклонилась Да, очень даже заметно Вольтметр показывает где-то одну десятую вольта То есть, это он нам показал наличие электричества в лимоне? Нет, конечно, в лимоне никакого электричества нет Лимон в данном случае поступает как элемент электрохимической системы И мы используем лимон в качестве электролита Электролит, то есть, лимонный сок Совместно с электродами с нашими, с цинковым и медным Образует электрический ток То есть, на цинковом и на медном электроде Образуется избыток положительных и отрицательных зарядов И они Образуют, таким образом, разность потенциалов, которые улавливает наш вольтметр А сможем ли мы использовать лимон как батарейку? Сможем ли мы зажечь лампочку, например? Да, сможем, но, естественно, не один лимон А вот совместно с электродами мы можем использовать его как батарейку От которой можно зарядить, например, мобильный телефон Мы должны просто соединить последовательно несколько лимонов И собрать из лимонов батарею напряжением, я думаю, где-то 3-5 вольт С тем, чтобы наш мобильный телефон начал заряжаться или начал работать Получается, что моего десятка лимонов вполне для этого хватит? Ну, на самом деле, наверное, все-таки не хватит Мы с вами определили, что 1 лимон дает напряжение 1,1 вольта 10 лимонов, соответственно, дадут напряжение 1 вольт Но 1 вольта для питания мобильного телефона недостаточно И вам понадобится десятка 3, наверное, лимонов Ну, я обязательно попробую, как только у меня откажет электричество Ну, с нашим лимоном все понятно, но как же наше яблоко, оно такое большое и сочное? Вдруг в нем будет больше электричества? Давайте посмотрим, но количество электричества, оно зависит не от величины фрукта или овощей В данном случае не от величины яблока, а зависит от сока, который есть в лимоне и который есть в яблоке Я думаю, что в яблоке электричества будет меньше Почему? Потому что лимон более кислый, в нем больше кислоты То есть все дело в жидкости или в кислоте? Да, все дело в жидкости или в кислоте, который в данном случае является электролитом Что же у нас показывает наше яблочко? Наше яблочко показывает, что электричество есть, но его меньше, чем в лимоне Если вы помните, в лимоне было 0,1 вольта, то в данном случае где-то в 2 раза меньше Это где-то 0,05 вольта, то есть в 2 раза меньше получили электричество Исходя из этого, можно предположить, что в нашей картошке будет еще меньше? Теоретически, да, предположить можно, что будет на практике, что будет на практике Давайте посмотрим Возьмем картошку Картошка тоже довольно сочная, вы видите, как там выделяется много жидкости Да, много картофельного сока Так что результат может быть неожиданный Сейчас посмотрим Теория может с практикой не совпадать По-моему, наравне с яблоком Да, где-то у нас на одном уровне с яблоком Напряжение тоже 0,05 вольта, так же, как у яблока Странно, такая маленькая картошка конкурирует с таким большим и сочным яблоком Если из сока можно добыть электричество, то можно ли сделать это из любой другой жидкости? Например, простой воды Из жидкости можно, но не из простой воды, а из воды, в которой растворена соль Например, обычная пищевая соль Давайте попробуем, проведем такой опыт Давайте попробуем, у нас есть, кажется, это соль Не знаю, сейчас попробую Да, это соль Так Нам нужна вода Вот таким образом у нас образовался раствор соли в воде То есть у нас образовался электролит Посмотрим Выдаст ли он нам электричество? Да, даст ли он нам напряжение Вставляем два электрода Ничего себе Да, стрелка зашкалила Стрелка зашкалила Получается, что соль, растворенная в воде, является более сильным электролитом, нежели лимонный сок Сейчас мы с вами увидели, что мы получили напряжение 0,6 вольта Если вы помните, в лимоне было 0,1 вольта В данном случае напряжение в 6 раз больше, чем в лимоне А если мы растворим сахар в воде? Я думаю, что тоже получим электрический ток Но, наверное, все-таки меньше, чем в случае с солью Давайте посмотрим Давайте попробуем Посмотрим, что покажет нам вольтметр с нашим сахаром Двигается Да, стрелка отклонилась Конечно, есть напряжение Но это напряжение меньше, чем в случае с солью И где-то это 0,4 вольта Это больше, чем в случае лимона, но меньше, чем в случае с солью Получается, победила у нас соль Победила соль На втором месте сахар На втором месте сахар, на третьем месте лимон А как же наше яблоко и картошка? Яблоко с картошкой примерно на одном уровне, но, к сожалению, на последнем месте Спасибо вам большое, было очень интересно и познавательно Метод получения электричества из фруктов аналогичен принципу работы солевой батарейки Как следует из нашего опыта, сок овощей и фруктов содержит соли и органические кислоты Водород и кислород, содержащиеся в них, являются хорошими окислителями То есть при взаимодействии с металлами они отбирают у них электроны Между металлическими пластинками образуется сила, благодаря которой свободные электроны движутся от одного электрода к другому В результате чего и образуется электрический ток Оказывается, добыть электрический ток не так уж и сложно Главное понять принцип аккумулирования электрической энергии и не бояться делать что-то своими руками Вообще, электрический ток добывают на электростанциях Именно там его вырабатывают и отправляют по линиям электропередач в города и села Электростанции бывают разных видов Атомные, тепловые, солнечные, гидроэлектростанции и многие другие Тепловые электростанции получают энергию в результате сгорания топлива, природного газа, угля или торфа Стоит отметить, что они вырабатывают не только электрический ток, но и могут одновременно нагревать воду, которая затем поступает в отопительные системы домов или заводов Похожий принцип используется и в атомных электростанциях Только там топливом служат радиоактивные материалы, уран и плутоний Благодаря особым свойствам этих материалов, они выделяют очень большое количество тепла, которое используется для нагрева воды и получения водяного пара Затем нагретый пар поступает в турбину и происходит выработка электрического тока Интересно, что всего 10 граммов подобного топлива заменяет целый вагон угля В наше время существует порядка 20 видов электростанций И в реалиях современной жизни ученые делают ставку на те способы добычи электроэнергии, которые не требуют затрат невозобновляемых источников энергии, таких как нефть, уголь и природный газ Оказывается, электрический ток могут добывать не только люди В 16 веке испанские конкистадоры, исследовавшие джунгли Южной Америки, столкнулись с живыми электростанциями Отряд искателей приключений наткнулся на множество маленьких ручейков Но как только один из участников экспедиции ступил на бой в теплую воду ручейка, он упал без сознания и пробыл в таком состоянии два дня Все дело было в электрических угрях, обитающих в этих широтах Амазонские электрические угри, достигающие длину 3 метров, способны вырабатывать электричество напряжением более 550 вольт, что в 2,5 раза больше, чем у нас с вами в розетке Электрический удар в пресной воде оглушает добычу, которая обычно состоит из рыб и лягушек, но способен также убить человека и даже лошадь По оценкам ученых, если современные тенденции сохранятся, то к 2050 году людям понадобится новая планета, чтобы удовлетворить потребности человечества в энергии, воде и пище Поэтому каждый год в последнюю субботу марта проводится акция «Час Земли» Миллионы людей по всему миру выключают свет на час, потому что им важно будущее нашей планеты Каждый час человечество расходует порядка 20 тысяч миллиардов киловатт в час По всему миру миллионам предприятий и жилым домам необходима энергия Но не стоит забывать, что человеческая деятельность пагубно сказывается на экосистеме нашей планеты С помощью этого символичного действия каждый человек в любом конце мира может проявить свою беспокойность Проблемы истощения ресурсов и проголосовать за здоровую планету Но, несмотря ни на что, ученые считают, что заниматься защитой окружающей среды раз в год недостаточно И предлагают альтернативные пути энергосбережения По оценкам специалистов, установка энергосберегающих лампочек в квартире Позволит уменьшить выброс в атмосферу 337 килограммов угарного газа К примеру, среднестатистический автомобиль производит этот объем СО2 за 2000 километров Ну а если же вы решите выдергивать из розеток все ненужные штабселя электроприборов И переведете свой компьютер в энергосберегающий спящий режим То предотвратите выброс одной тонны угарного газа в год Примерно столько же вредных отходов производит самолет при перелете из Москвы во Владивосток И помните, наша планета не унаследована нами у наших родителей Она всего лишь одолжена у наших детей Итак, как мы с вами уже выяснили, электрический ток присутствует практически во всем, что нас окружает Удивительно, но даже человеческое тело имеет свой заряд Помните, что при работе с электричеством нужно быть предельно осторожным Удар электрического тока может быть опасен для здоровья Не берите в руки оголенные провода и не суйте пальцы в розетку Наконец-то мы выяснили, что такое электричество И главное, мы знаем, как его добывать Наша программа подходит к концу Присылайте свои вопросы на наш электронный адрес И мы с удовольствием ответим на каждый из них Ну что же, завтра будет новый день Новые открытия До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин